Друзья, всем привет! Досмотрев данный видеоролик до конца, вы узнаете, как с помощью государственных аукционов вы можете приобретать земельные участки в долгосрочную аренду под индивидуальное жилищное строение, построив которое вы сможете выкупать эти земельные участки и становиться полноценными собственниками. Я обращаю ваше внимание, что эта информация распространяется на всю Российскую Федерацию. Где бы вы ни жили, этот сюжет будет актуален для вас. Многие думают, что купить земельный участок это очень дорого. Заходят на доски объявлений и видят участки по миллиону рублей, которые в реале у государства можно было бы купить за 100 тысяч рублей. Как это все происходит в этом сюжете я вам подробно расскажу с примерами. Сегодня мы полетаем на Коптере, я вам покажу образцы подобных участков, расскажу про плюсы и про явные минусы, что может случиться. В общем, этот сюжет действительно будет полезный и насыщенный для вас. У нас в этом ролике есть спонсор, две минутки о нем и мы переходим к основной теме выпуска. В этом ящике спонсор данного выпуска. Как вы думаете, кто он? Это онлайн-магазин продуктов «Гастродом», который занимается доставкой продуктов питания по Москве и Московской области. Вы можете совершать покупки в продуктовом гипермаркете, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти в онлайн-магазин «Гастродом-24», где вас встречает огромный ассортимент продуктов и никакого контакта с посторонними людьми, что на сегодняшний день особенно актуально. Вы спокойно бегаете по разделам, собираете продуктовую корзину, а после переходите к оформлению заказа. Магазин работает 24 на 7. Подчеркиваю, каждый день в любое время суток ты можешь зайти и совершить покупку, а доставка происходит уже на следующий день после заказа, что является огромным плюсом в сравнении с другими крупными известными магазинами, потому что у них задержка идет 3, 4, а то и 7 рабочих дней. Доставка осуществляется по Москве при заказе от 3000 рублей. Если вы находитесь в Московской области, доставка осуществляется от 5000 рублей. Заказ вы можете сделать самостоятельно на сайте или по телефону через оператора. К вам после приезжает курьер, который совершает бесконтактную доставку. Вам поставят ящик, он отходит в сторону, вы принимаете ваш заказ и уходите домой. Как происходит оплата? Вы точно так же можете оплатить все на сайте, либо же наличкой передать ее аккуратно курьеру, либо же при получении оплатить картой бесконтактов. Прислонились аккуратненько и убежали мыть ваши руки. Вам привозят только свежие и хорошо упакованные продукты. Все, что вам останется сделать, это только лишь разобрать корзину и приступить к приготовлению своих любимых блюд. Итак, обязательно переходите по прямой ссылочке в описании и вы получите автоматически скидку 5% на заказ продуктов. Либо же при заказе используйте промокод 1510 для получения прямой скидки в 5%. Гастродом 24, доставка продуктов по Москве и Московской области ждет тебя в описании. Шаг первый и это самый важный шаг. Вот сейчас послушайте, пожалуйста, внимательно. Вы должны определиться с местом, где вы хотите построить дом. С одной стороны вы скажете, ну это понятно. Нет, ребята, это непонятно, это очень важно. Когда вы сейчас находитесь дома на самоизоляции, лазите по интернету, смотрите различные участки, смотрите различные объявления, вы можете столкнуться с такой ситуацией. Я вам приведу пример. Когда один участок стоит, допустим, 12 соток 300 тысяч рублей и другой участок точно такой же 12 соток, но в 5 километрах от него стоит миллион 300 рублей. Казалось бы, вроде бы в вашем районе, но в чем разница? А разница кроется в деталях. Когда вы приедете на дешевый участок за 300 тысяч, это будет поле и ничего больше. В лучшем случае там будет электричество, которое днем работает, а ночью, когда оно действительно нужно, оно будет работать с перебоями. А когда вы приедете на участок, который стоит миллион 300, то вы увидите то, что там подведен газ, то, что там есть центральная канализация, водоснабжение, электричество, которое работает без перебоев. Но при этом это точно так же пустой земельный участок. Вот в этом и разница. Сюда же добавляем соседей. Немаловажный фактор. Вы приезжаете на земельный участок смотреть его днем. Вроде бы рядом домик стоит, один домик, второй домик, но нужно обязательно понять, что это за люди живут. Потому что бывают тихие люди, с которыми вам будет комфортно жить, а бывают люди такие, которые, как правило, по пятницам, субботам проводят различного рода увеселительные мероприятия. Если у вас есть дети, то для вас это будет целая проблема. Если вы рассматриваете, допустим, вариант покупки земельного участка в СНТ, куда вы хотите приезжать на выходные, наслаждаться точно так же с детьми, вы должны тоже приехать, посмотреть, что это за СНТ. Если летом вы приедете, классно, все замечательно, зимой, допустим, вы хотите построить себе нормальный дом для проживания там и зимой, туда проехать, возможно, будет просто невозможно. Ситуации бывают разные, все нужно выяснять. Очень важный вопрос экологии. Потому что есть такие места, куда вы приезжаете, вам говорят, да, да, у нас здесь все круто, но за лесом находится мусороперерабатывающий завод или же проще свалка, которую жгут, ветер подул, воничье стоит неимоверное. Поэтому этот шаг, он очень важен, он должен быть кропотливый. И, несмотря на то, что вы можете проживать в подобном городе, как мы, Каширы, казалось бы, мы здесь живем там более 20 лет, мы все про него знаем. Тем не менее, в городе есть такие места, когда один дом стоит, я про это вам неоднократно говорил, в нем есть все, есть все коммуникации. Через дорогу в доме есть только электричество, все, туалет на улице, канализации нет, водоснабжение, колонка, 2020 год, ты будешь ходить за водой в колонку. Подвезти все это, это вот такие деньги стоят. Поэтому вот это вот первым делом нужно учитывать. И как только вы определились в вашем городе, что вы вот по этому направлению хотите приобрести себе земельный участок, вы переходите к шагу номер два. Мы с вами заходим на портал торги.gov. Это официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. Простыми словами, это сайт, который работает по всей территории Российской Федерации, где каждая власть региональная, муниципальная обязана размещать информацию о проводимых торгах. Есть два вида приобретения земельного участка. Первый, это коммерческая основа участника. Вы заходите на различные сайты, находите доску объявлений, понравился вам участок, приехали, посмотрели. Если вам все нравится, документы в норме, вы оплачиваете, проходите регистрацию, все, земельный участок ваш, а то и дом уже готовый, новый, вторичка, уже все это ваше. Это проще, но это дороже. Есть второй вариант. Мы возьмем сейчас участок в аренду, после чего должны сначала поставить на нем индивидуальное жилищное строение, то бишь дом. После того, как вы построите дом, вы имеете право подать документы на выкуп этого земельного участка, после чего он станет полноценно вашим. На официальном сайте есть раздел «Перейти к торгам». Нас интересует четвертая иконка, которая называется «Аренда и продажа земельных участков». Мы заходим именно сюда. И вот здесь важно понимать, что весь процесс происходит в паре с работой с администрацией вашего города, а именно с комитетом по земельным отношениям. Это очень важно. Почему? Вы заходите на сайт администрации вашего города, находите этот комитет, вы можете позвонить им и спросить, что у вас в ближайшее время готовится по торгам. Вы можете записаться к ним на прием, потому что выход во многие администрации сейчас по пропускам, то есть предварительно нужно записываться. Придя в комитет по земельным отношениям, вы можете запросить лоты. Лоты – это вот те самые земельные участки, это их номера. То есть лот номер 01 – это вот тот-то участок. Имея эти лоты, вы можете вбивать их вот здесь в номер извещения. Забиваете их номер, и вы получаете непосредственно информацию по земельному участку. Если, к примеру, лотов 100 штук, вы получаете этот список со всеми лотами, вы сможете по каждому земельному участку, готовящемуся на торги, ознакомиться более детально. И вы получаете доступ к паспорту участка. Простыми словами, прежде чем его выставить на торги, администрация отправляет запрос в ресурсоснабжающие организации, которые пишут, какие технические возможности есть для подключения газа, воды, канализации, электричества. Возможно, уже это все есть на этом участке, то есть это уже подведено. И у вас есть возможность всем этим пользоваться. Такие участки, как правило, гораздо дороже. Таким образом, получив этот паспорт, у вас будет все представление об этом участке. Но я вам могу сразу сказать, что в большинстве случаев ни хрена ничего на нем не будет. То есть, как правило, все вот эти вот ресурсы вы будете подводить самостоятельно. Либо у вас есть вариант воспользоваться поиском. Это, естественно, наш отечественный продукт. Поэтому, когда вы выбираете страна размещения, вы можете попробовать выиграть участок на Виргинских островах. В общем, выставляем Россию. И здесь вы дальше пишете уже субъект, и вы выставляете под себя ваш город, ваш субъект. Друзья, здесь все элементарно. Я в нашем случае на примере показываю Московскую область, город Кашира. Нажимаем поиск, и что мы видим? Начнем с простого, с первого самого. Лот 12 соток, выложен он 1 апреля 2020 года, стартовая цена 57 тысяч рублей. Что это говорит? Что по этой цене участок начнется торговаться. Если вдруг никто на него не прет, и вы будете единственным, кто его выиграет, 57 делите на 12, такая сумма аренды. В документации будет прописано шаг аукциона. Это может быть 500 рублей, это может быть 1000 рублей. Вся информация будет заложена. То есть вы будете понимать, что если нас пришло на этот участок 5 человек, каждый будет подниматься, вот остановятся торги на 150 тысяч рублей. Значит, вот 150 вы делите на 12. Здесь вот принцип аукциона. И вот здесь вы найдете очень много полезной и интересной информации, что продается и сдается в аренду у вас в городе, либо в районе. Поймите правильно, всю визуализацию, которую я вам показываю, поля, дома, города, это лишь для примера. Лотов может быть 10 штук. Один из них, это будет участок в поле, ценой там 28 тысяч рублей. Это тот самый участок, абсолютно пустой. Другой участок, например, стоит там 335 тысяч рублей. Он будет в черте города, и там наверняка будут какие-то коммуникации. В общем, все это нужно смотреть, изучать. Точно так же вы здесь можете найти недвижимость в аренду. Так, например, кто-то хочет заняться бизнесом. Вы приходите, участник аренды будет стоить, к примеру, 10 тысяч рублей за квадратный метр. А у муниципалов это будет стоить 1000 рублей за квадратный метр. Очень часто бывает такое, что субаренда. Кто-то похитрее взял в аренду помещение на 10 лет и пытается сдавать его там в 5-10 раз дороже. Вот здесь как раз это все и находится. Здесь всю эту информацию можете собирать. Такого вам никогда не покажут по первому каналу. Это в открытом доступе, но почему-то у нас это особо не афиширует. Хотя вот эта информация очень полезная. Также вот этот сайт хорошо работает с публичной кадастровой картой. Что нужно сделать? В поиске пишем публичная кадастровая карта. У вас открывается ряд сайтов. Заходим на любой из них. Ну, я вам показываю пример, куда можно зайти. Вот, допустим, какой-то участок проходит на розыгрыш. Вы копируете кадастровый номер. Вот как он выглядит. Я вам сейчас все это показываю. Копируем, вставляем. И вы, то есть, сможете увидеть уже его на карте, где непосредственно этот участок находится. При этом вы, соответственно, зная, где он находится, можете туда приехать лично, погулять, погрызть семечки, посмотреть по сторонам, разведать обстановку, подъезд, кто соседи, нравится вам этот участок вживую, не нравится. Все это сможете уже увидеть вживую. Далее, если вас этот участок, к примеру, заинтересовал, вы переходите к шагу номер три. Это подготовка документов для участия в аукционе. Давайте рассмотрим на простом примере вот то, что первое вылетело. С левой стороны у нас есть значок лупа. Нажимаем на него, и здесь мы получаем всю с вами необходимую информацию. Но самое главное, дата публикации извещения есть, дата и время окончания приема к заявке тоже есть. Это для вас, для понимания, что вы до этого срока должны подготовить все документы для того, чтобы вы могли участвовать в торгах. Далее, нужно понять, какие документы нам нужно готовить для аукциона. Мы заходим во вторую вкладку, вот я вам ее показываю, открываем. Здесь у нас идет перечень различных документов. Здесь есть прям раздел «Документы». Пять позиций. Вот эти вот пять позиций вы скачиваете. И дальше, когда вы их скроете на компьютере, вы будете приятно удивлены, потому что там будет примерно 60-80, а может быть даже под 100 страниц основной информации, которую вы будете изучать по этому земельному участку. И в том числе, среди этой информации будет перечень документов, какие вам нужно подготовить для участия в аукционе. Сразу вам хочу сказать, вариант такой, что вы там пришли в администрацию, показали листочки, что вот вы собрали правильно, неправильно, как это было в школе или в институте. Такого не будет. Никто этим заниматься не будет. Возможно, сотрудник администрации там посмотрит, какой-то совет даст, но вы должны понимать, что вся ответственность лежит на ваших плечах. Когда вы придете на аукцион подавать эти документы, а вы их подаете непосредственно в день проведения аукциона, начинают проверять комиссия, смотрят ваши документы. Если что-то неправильно, хотя бы одна ошибка, все, пух, нафиг. Запомните, любая малейшая ошибка и к аукциону вас не допустят. А малейшую ошибку допустить очень легко. Простой вам пример. Когда мы участвовали на аукционе, должно было быть 4 человека. Ну, приехали на аукцион 4 человека. Допущено, были двое. Почему? Двое допустили ошибку следующего характера. Написано, отсканировать все страницы паспорта. О чем вы подумаете? Открываешь паспорт, первая страница и пошел, каждую сканируешь. Но нужно отсканировать, и когда вы только открываете, когда вот пустые страницы и обложку, вообще полностью, со всех сторон, паспорт нужно отсканировать. Вот это считается правильным. Подводных камней там очень много. Так, например, заполняя заявление на участие в аукционе, важно, чтобы это было прописано печатными буквами. Если вы вот так вот, как курица лапой, напишите по старинке, ничего не понятно, сразу нарушение вы до аукциона будет не допущено. Поэтому, те, кто участвует первый раз, для вас это будет, конечно, казаться очень сложно. Здесь нужно внимательно все изучать. Поэтому многие люди предлагают за дополнительные денежки за вас подготовить весь пакет документов. То есть, они за вас все соберут, правильно оформят, и вы потом с этими документами едете на этот аукцион. Как правило, будет написан адрес. В нашем случае, проживая в Московской области, в Кашире, этот аукцион проходит в 5 километрах от МКАДа. Там есть непосредственно здание администрации, где проводят эти аукционы. То есть, вы приезжаете туда с этими документами, подаете их, их проверяет комиссия, после чего вас допускают в зал для аукционов. Там происходит все просто. Вы знаете свой номер лота. Допустим, это будет 001. Вы сидите, у вас есть табличка, когда начинается номер лота, оглашают его и поехали. 76 тысяч рублей, начальная цена, кто больше. И пошел. Один поднял, второй поднял. Как только вы, допустим, последний, кто поднял руку и больше никто не перебивает вашу цену, это вы, к примеру, остановились на сумме 100 тысяч рублей. Все. Это означает, что 100 тысяч делим на 12. Вот такая аренда будет заключаться с вами. Вот я вам показываю свой земельный участок. Про него мы снимали отдельный сюжет. Я рассказывал, что мы на нем хотим построить. Ссылочку оставлю в описании, чтобы не повторяться. Начальная цена его была 76 тысяч рублей. Но забрали мы его за 402 тысячи рублей. Подчеркиваю, 402 мы делим на 12. Это ежемесячная аренда. Аренда идет на 9 лет. И платить вы будете ровно до того момента, пока вы не построите индивидуальное жилищное строение. Почему 402? Потому что на торги пришел дядя Вася, который хотел выкупить этот земельный участок точно так же. Но в прошлом году была доступна такая возможность, как выиграли вы участок, и после чего вы выставляете его тут же на продажу. Забрал ты его за 100, за 200 тысяч рублей, но продаешь его за 600 тысяч рублей. Это называлось переуступка прав собственности. Сейчас этой возможности нет. Соответственно, чтобы продать участок, ты в любом случае должен построить на нем дом. И с одной стороны это плюс, потому что с точки зрения контроля государство смотрит за этим, чтобы люди покупали участки по непосредственному назначению. А не так, что купил, продал. Но для кого-то это был бизнес, легальный бизнес. Купил, продал. Обычная схема торгашей по всей нашей стране. То есть в магазине происходит та же самая процедура. Но вот это здесь подзакрыли, подзатянули гайки. Поэтому имейте в виду, тонкостей и нюансов очень много. Поэтому, когда вы будете приходить на торги, вполне возможно, что придете не вы одни, а придет вас человек 50. Вы выигрываете аукцион. Таким образом, у вас есть право на заключение аренды на этот земельный участок. Как это происходит? В течение месяца с вами будет заключен договор, но аренду вы начинаете платить уже с этого же дня. То есть в течение месяца у вас будут все документы, и после чего вы можете приступать к строительству. Здесь уже начинается этап номер два. Он более внимательный, он тоже такой же детальный. К нему не нужно подходить. И серия, а все, моя земля, что хочу, то и делаю. Нет. Далее, вы готовите проект дома. Это все обязательно нужно согласовать. Я читал отзывы людей, которые говорят, что уже не нужно никакие проекты согласовывать. Ребята, в нашей стране лучше сделать все как положено. Прийти в архитектуру города, во все кабинеты, всем все показать, чтобы потом к вам не возникло никаких вопросов. Потому что, когда вы ставите дом, нужны отступы от границы. Это все нужно обязательно соблюдать. Я уже знаю людей, которые отнеслись к этому безалаберно, построили дом, а потом выяснилось то, что с нарушениями, говорят, все, сносите. Есть люди, которые на своих земельных участках, вот дом уже стоит, строят баню, например. Приходит умный сосед, жалуется то, что построено с нарушениями, слишком близко к его участку. Приезжает администрация, смотрит, ломай. Ну как моя земля? Ломай. Поэтому никого не слушайте, все внимательно по 10 раз переспрашивайте, чтобы потом не было никаких проблем. Кратенько, вот вся вам информация, как это проходит. Информация может постоянно меняться. Так, например, вот сейчас действительно могут проходить электронные торги. В вашем регионе порядок действий может быть чуть-чуть другой, но общая суть проведения, она вот введена к тому, что я вам сегодня показал. Поэтому, друзья, если что-то непонятно, пишите ваши комментарии, задавайте. Будем смотреть вопросы. Возможно, в следующем ролике сделаем отдельную краткую вставку и ответим на самый популярный вопрос. Если вы увидели свой, ставьте на него лайк. Таким образом, я буду понимать, что это интересно. Если вы, внимание, занимаетесь землями, все знаете, друзья, давайте ваши полезные советы. Не нужно учить меня. Дайте развернутый совет, как это есть на сегодняшний день, чтобы человек, который читает, воспринял вашу информацию, как плюс для себя. И вот это будет заслужено оценки лайка. Таким образом, все мы с вами будем становиться грамотнее и сможем улучшать нашу жизнь путем получения земельных участков и постройки домов. Итак, самое время делать выводы. Задача этого ролика – донести до вас полезную информацию, которая особо нигде не афишируется. И специально для всех тех, кто скажет, зачем ты это снимаешь, ведь сейчас в стране будет кризис, кому это надо, здесь есть-то нечего. Друзья, я с вами полностью согласен. Стройка – это недешево, это трудозатратно, это много времени уходит, нужен полный контроль, нужно уметь считать, нужно уметь за всем следить, нужно быть как минимум трудолюбивым. Что многие сейчас не хотят делать. Хотят прийти на все готовое, сесть и при этом, чтобы это стоило очень дешево. Но, откровенно говоря, в нашей стране всю жизнь кризис. Каждый год у нас есть те, у которых нет денег вообще, и есть те, у кого денег очень много. Есть всегда средний класс, который в любой ситуации пытается находить способы дохода. Поэтому я до вас хочу донести одно, что этот сюжет больше позитивный, и для тех, кто хочет карабкаться по жизни, чего-то добиваться, искать пути решения проблем. Все те, кто уже все опустил руки, ну, это не для вас видео получается. Поймите правильно, я хочу лишь сделать полезный сюжет, чтобы он вам в жизни пригодился. Посмотрели его, запомнили, изучили более детально, получили свой земельный участок на более выгодных условиях. Или же приняли решение покупать уже готовый, либо же вообще ничего не покупать. Тут уже выводы делать вам. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости, общаемся, обсуждаем различные темы. А это у меня сегодня все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok